ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, дорогие друзья, всем привет, с вами Аложка, и сегодня продолжаем играть в игру Майнкрафт Нарси 1.5.1. И как вы, наверное, все уже поняли по названию этого ролика, сегодня речь пойдёт о переезде. Да, дорогие друзья, действительно о переезде вы, наверное, спросите, а куда? А я вам отвечу. Дело в том, что я ещё сам не знаю, куда я пойду, но уж точно подальше от этой болотистой местности, потому что в любом случае, если мы найдём какой-то другой биом, там мы найдём больше данжов, или же просто деревню. Потому что в болотистой местности может встретиться только лишь один данж, и это домик ведьмы. А домик ведьмы не плодороден своими ресурсами. Это я уже говорил в первой серии. Ну и, в общем-то, давайте прямо сейчас мы соберём абсолютно все вещи, которые у меня находились в этой землянке, и отправимся, куда глаза глядят, прямо-таки в прямом смысле слова. Ну, наверное, мы пойдём туда, где нет воды, то есть в ту сторону, и, надеюсь, там мы найдём что-нибудь да увлекательное. Да, потому что если мы не найдём что-нибудь увлекательное, серия может получиться не такой уж и крутой. Да, персик? Кстати, тебе надо, наверное, покушать дать. Ладно, дойди, в общем-то, до 80, а потом я тебе дам покушать. Надо сначала, кстати, корову купить, а то у нас еды нет. Наверное, скоро и я начну голодать. Да, кстати, у нас тут без съёмок взорвался крипер, но я вроде как всё починил, потратив 30 земли. Так, стоп, персик, пойдём стоять, отлично. О, тут же ещё факелы есть. Вряд ли они здесь уже пригодятся, поэтому я их просто заберу и пойду туда. Ммм, деревца. А сколько у меня дуба? 14, то есть это практически стак, 58, ой, 56 дуба получается у меня сейчас. Я имею в виду в досках. Можно собрать это дерево, почему бы и нет? Дерево всё равно есть. О, я имею в виду деревянный топор, господи. Иии, давай, отлично, получили мы свои дубки, так сказать, и отправляемся дальше. Надеюсь, мы всё-таки наткнёмся на что-нибудь увлекательное. Персик до мной идёт? Да, вроде бы как идёт. О, подождите, уже закат что ли? Да ладно, ё-моё, мне совсем не нравится то, что сейчас закат. Так, кстати, нужно персика покормить, как я сказал ещё ранее. Иди сюда. Держи. Я пока что яблочками попитаюсь, а тебе сырой говядинке. На, есть, отлично. Ну и давайте также наберём, наверное, песочка, потому что песок нам понадобится для того, чтобы сделать себе окно. Ну или же просто стёкла. И давайте мы сначала создадим лопату, потому что без лопаты мы вообще никуда. В песок особенно. Так, ну накопаем где-то 6 песка, потому что это 16 стеклопанелей. И я думаю, этого будет достаточно. Ну хотя давайте так и быть на прозапас. 12. Отлично. О-о-о, нет, смотрите. Наступает ночь. Походу скоро сейчас будут появляться всякие зомбаки. Ё-моё, ё-моё. Нужно срочно где-то скрыться. А, чаще, отлично. Тут довольно-таки неплохо, я надеюсь. Так, там впереди вода. Мне это не нравится. Ну-ка. А-а, чаще не такая уж и долгая. Мне это тоже не нравится, потому что я хотел там скрыться от всяких зомбаков. О, курятины. Нифига себе, за весь сезон впервые мы встретили курятинов. Неплохо, неплохо. Так, ну всё равно, я, наверное, побегу дальше. Нам нужен факел в руках, потому что вы вряд ли что-нибудь сейчас видите. А с факелом в руках, ну, не знаю. Наверное, подо мной хоть что-нибудь да будет видно. Отлично. Подождите, а у меня яркость, она ярко? Угу. Да, всё-таки с этими шейдерами ночью вообще лучше не шутить. Но это действительно реалистичность. То есть, смотрите, если мы играли в стандарты Майнкрафт без шейдеров, то там даже ночью было очень светло. Сейчас же с шейдерами действительно очень темно, и тут помогает только лишь факел. И мне нравится такая реалистичность. О, мы нашли овечек! Да ладно? Офигенно! Ой, скелет. Тихо, 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 тихо. Он меня заметил. У меня есть лук? У меня есть стрелы? Нет, стрел у меня нет, но у меня есть лук. Окей, придётся его атаковать вручную. Холодным оружием, на тебе, на, на. А, персик, помогай, пожалуйста. О, боже мой. А, отлично. Так, сейчас нам, получается, нужно найти... Железо. Да, нам срочно нужно найти железо, чтобы быстренько себе набрать три шерсти. Хотя, подождите. У нас сразу три овечки, и мы можем их, в принципе, убить и просто получить три шерсти. Наверное, я так и сделаю, потому что я сейчас могу влёгкую умереть, если я просто буду искать железо. Так что, я думаю, то, что овечек мы всё-таки здесь ещё найдём. Ну, я уверен, ну, где-то на 90%. Так что, лучше их убить и быстренько переночевать. Надеюсь, вы не будете против. Так, давайте создадим какую-нибудь землянку. Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Вообще ничего не вижу с этими шейдерами. Какие же они всё-таки реально реалистичные. Мне это вообще очень сильно нравится. Так, отлично. Выкапываем здесь небольшую землянку. Ой, снова всё повторяется, но на этот раз не в болотном биоме. Это меня хотя бы радует. Так, ну и здесь мы, наверное, разместим кроватку. Так, сначала верстак. Потом берём дубовые доски. И три шёрстки. Отлично. Кроватка создана. И эта кроватка была создана во второй серии пятого сезона. Неплохо, неплохо. И... Е-е-е-е. Супер. Утро. Обожаю утро. Давайте посмотрим на рассвет. Он здесь очень красивый с этими шейдерами. О-о-о-о. Красота. Я могу смотреть на этот рассвет вечность. Вот серьёзно. Мне ещё нравится, как иногда лучи проходят сквозь листву. Но в то же время мне не нравится то, что солнце иногда вот так вот замыкает. Видите, да? То есть оно дёргается. Вот это вот мне не нравится в этих шейдерах. Но я думаю, что мы не так уж и часто будем смотреть на солнце через листву. Я даже скажу, никогда. Потому что нам, в принципе, это не нужно. Так, я видел скелета. Он, походу, сгорел. Но где его лут? Эм... Эм... Скелет? Нет? Или мне просто глюкнуло в мозгу? И я не видел никакого скелета? А, вот. Да. Стрела. Отлично. Сойдёт. Даже косточка есть. Ну, просто замечательно. Так, там у нас впереди вода. Давайте посмотрим. Да. Там у нас впереди вода. Но потом уже начинается пляж. И ё-моё! Вот это лес! Вы только посмотрите! Но в любом случае, нам, наверное, через него придётся идти. Ммм... Окей. Так, там, наверное, всё-таки у нас ещё есть овечки. Да, смотрите, всё-таки одна овечка есть. Я был уверен на 90%. И, слава богу, моя уверенность окупилась. Да ладно, скелеты ещё остались. Воу-воу-воу-воу-воу. Давай, персик, убивай его. Отлично. Обожаю персика. Тебя сейчас, наверное, нужно будет покормить. Держи. Нямка. Так. Тут косточка. Надо вот, кстати, стрелы копить, потому что мы, в принципе, сейчас в состоянии создать ещё один лук. А, нет. Одной нитки не хватает. Окей. Я думал, мы в состоянии создать ещё один лук. Ну, если мы, в общем-то, убьём ещё одного паука, то мы сможем создать ещё один лук. И тогда мы сможем тратить все стрелы, которые когда-либо накопили. Оооо, тростник! Офигенно. Так, давайте заберём быстренько кроватку, потому что вряд ли они там... Они там... Вот, в общем-то, в этой горе они. Кроватки. И всякие... Верстаки вряд ли здесь понадобятся. Так, что-то начинаю заговариваться. Не нравится мне это. Не нравится. Так, свинка. Во второй серии пятого сезона мы впервые встретили свинок. Ну, это довольно-таки неплохо. Так, тут, я так понимаю, вообще все животные бегают. Смотрите, курятины, свинки, потом коровки. Вон они, овечки. Нифига себе там сколько овечек. Даже тростник есть. Ну, давайте соберём. Ооо, шахта! Это же то, что мне нужно. Ооо, боже мой, я упал. Ай-яй-яй. Так, я надеюсь, что я здесь выберусь. Так, мне нужно железо. Железо. Здесь оно вообще есть? Так, возьмём факел и пойдём куда-нибудь туда. Мне нужно всего лишь два кусочка железа, чтобы сделать себе ножницы. Но чего-то я пока что не вижу такой штуковины. Оба-на. Крипер, привет. Не взрывайся. Ой, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. И последний удар. Отлично. Воу. А тут темно. О, отлично. Мы нашли железо. Кстати, мы сейчас, в принципе, в состоянии сделать даже железную кирку. То, так как, посмотрите, здесь, по-моему, восемь кусков железа. Да-да-да-да. Эту залеж я узнаю везде. Если снизу четыре железа, значит, наверху тоже будет четыре железа. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Паук, уйди. Уйди, у меня скоро меч сломается. Ай-яй-яй. Я, наверное, всё-таки железный меч создам. О. Зато мы теперь лук можем создать. Круто. Отлично. Давай, железка. Иди сюда. А, я уже подобрал? Ну, ладно. Здесь ещё есть железо. Ой, смотрите. Через железо, когда мы его копаем, просвечивается солнце. Да, вот это вот, кстати, минус этих шейдеров. Ну и ладно. Тогда мы не будем смотреть на солнце. Мы просто будем чуть-чуть отбегать. То есть, вот таким вот образом. И тогда мы не будем видеть этого яркого солнца. Я, конечно, народ понимает, что многим может не понравиться эти шейдеры. Но я этот сезон собираюсь пройти с шейдерами. Потому что шейдеры, они, ну, если поискать хорошо, можно найти очень реалистично. Вот как эти. Тут минус только лишь в том, что вот просвечивается солнце, когда мы ломаем блоки. Ну и, в общем-то, это один из серьёзных минусов. А больше серьёзных минусов я не нашёл. Так что я думаю, что эти шейдеры как раз мне подходят. Ой, там Персик, Персик. Он что, горит, что ли? О, нет. О, нет. Ты что, в лаву попал? О, нет. Персик, как ты вообще умудрился сюда попасть? Так, сидеть. Блин, он не может сидеть, пока горит. Нет, он снова в лаву пошёл. О, боже мой. Чёрт. Иди сюда, иди сюда. Персик, давай, давай, иди сюда. О, боже мой. Он снова в лаву лезет. Чем она ему так понравилась? Нужна вода. Я вот сейчас ничего не могу поделать, народ. Я серьёзно. Слава богу, Персик здесь не умирает. Так что, в принципе, волноваться пока не о чем. Ну давай, ну иди сюда, Персик. Чего ж ты там сидишь-то? Я даже подальше отойду. Вот, отлично. Всё, он телепортировался. Сейчас ты будешь здесь сидеть, пока. Погори, а потом ты будешь здесь сидеть. Да. Оу. Вот это мне не нравится. Давай. Давай, быстрей. Тушись. Отлично. Всё. Сидеть. Надеюсь, больше сюда ты не пойдёшь. О, там скелет сгорел. Отлично. Тут источник лавы такой большой. О, уголь. Отлично. Воу. Воу. Какие залежи. Смотрите, во-первых, сколько угля. А во-вторых, сколько железа. Жестоко. Жестоко. Мы сейчас, наверное, даже так сделаем. Беру верстак, ставлю его вот сюда. Потом беру печку, ставлю сюда. И уже здесь я сую, во-первых, уголь, который сейчас добуду. А потом железную руду. И получаем мы железные слитки в итоге. И потом-то мы создадим себе какой-нибудь фулл железный сет. Кроме брони, конечно. Ну и, надеюсь, всё будет намного лучше, чем сейчас. Так, там у нас снова железные слитки. Сейчас мы их, конечно же, соберём. Но что снизу? Ой, какая же темнота. Какая реалистичность. Круто. Без факелов здесь вообще не выжить. Так. Соберём ещё немножечко угля. Сейчас быстренько создадим факелы. И пойдём дальше. Хотя нет, давайте лучше дождёмся железа. Создадим себе фулл сет железный. А потом уже отправимся. Да. Так, уже хватает на кирку. Создаём её. И давайте сразу создадим лук. Почему бы и нет? То есть, на лук нам, в принципе, хватает ресурсов. И я думаю, что мы в состоянии создать его. Всё. Так, ну вот это, я думаю, можно выбросить. Просто починив их. Так. Куда бы положить? Наверное, за место деревянного топора. Потому что вряд ли он в шахте нам понадобится. Так, теперь мы можем создать меч. Отлично. Амуниция уже есть. Так, ну, наверное, сундук я пока что не буду никуда ставить. А я также думаю, что каменную кирку можно пока что выкинуть. То есть, я буду, наверное, пользоваться железной киркой. Потому что мы ещё можем создать и ещё. Так как тут железа дофига. Его тут просто полно. И, ооо, как мне это нравится, когда я копаю уголь с такой огромной скоростью. Так. Отлично. Выкопаем ещё немножечко железа. И здесь, по идее, его больше нету, да? Нет, вот здесь ещё есть. Хорошо. Добудем. Почему бы и нет? Так, я слышу скелета. Нет, это был зомби. Это не скелет. Но всё равно, нужно убить. Давай, железный меч и в бой. Отлично. Ой, ещё один. Неужто там данж какой-то? Да нет, вроде данжов никаких нет. Но вот крипера нужно убить. Ей, отлично. Так. Ну-ка. Что тут у нас есть? Да вроде ничего. А уголь я, наверное, пока что не так буду много добывать. Потому что уголь он практически везде. И я, в принципе, ну не хочу тратить время на него. А вот железка, конечно же, нужно добыть. Так. Отлично. Отлично. Замечательно. Ну и я думаю, что теперь можно выбираться, выбираться, выбираться. Выбираться. И. 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 Всё? Как у нас там с железком-то? Да, ну вроде топливо уже практически кончилось. А это означает то, что можно и печку забрать. Еее. Теперь у нас будет жестоко офигительная железная амуниция. Ей. Ей. И ещё раз. Ей. О, эндермен. Давайте его убьём. Может быть эндропёрду получим. На. Умри. 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 Не убивай меня. Отлично. Мы получили эндропёрлу. Так. Давайте выкинем гриб. Он нам не нужен. Так. Персик что ли голодает? Да нет. Вроде не голодает. Странно. Почему он тогда скулит? Наверное, просто скучает. Ну, сейчас уже побежим по зелёной полянке. Персик, не волнуйся. Я прекрасно понимаю то, что здесь довольно-таки скучно в шахте. Но сейчас мы уже будем выбираться. Так. Здесь выход или как? Ой, какой яркий выход. Вы только посмотрите. А это яркость сейчас уберётся или нет? Просто реально очень ярко. А, вот всё, убралась. Я так понимаю, эти шейдеры, они фокусируются. То есть, смотрите, мы идём на яркий свет, и он по чуть-чуть угасает. Тем самым, не вызывает, так сказать, раздражение в глазах. Ну, слушайте, шейдеры действительно классные. Не знаю, я их, наверное, никогда не устану хвалить. О, да. О. Вау. 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 Мы нашли данж. Офигеть. 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 Ну что ж, народ, это очень круто. Здесь зачарованная книга на удачу есть. Ничего себе. А, классно-то как. Блин. Мы нашли данж уже во второй серии. Всё, серия удалась. Я так считаю, серия удалась. Так, выкинем землю. И за место земли, наверное, возьмём ведро. Ведро нам понадобится. Так, хлеб не будем брать, потому что еды у нас пока что предостаточно. Какао-бобы можно взять, потому что... Мы, кстати, в четвёртом сезоне ни разу даже джунглей не нашли. Так, седло можно взять за место пороха. Нитки, конечно же, заберём. Какао-бобы ещё. И вот, наверное, красную пыль можно взять, потому что... Я здесь могу создать такую штуковину. Сейчас я вам даже её покажу. Эта штуковина называется Easy Crafting Table. Так, вот она. А с помощью этой штуковины я смогу крафтить все вещи, не выкладывая крафты. То есть, потом всё сами увидите. Действительно, это крутая вещь. Ну, а пока нам нужно взять этот редстоун. За место чего только? За место кремния. Так, у нас, кстати, два тростника. Если бы у нас был ещё где-то трост... Окей, мы уже нашли тростник. А, в общем-то, если мы сейчас добудем этот тростник, то мы сможем сделать себе книгу. И тогда мы сможем создать этот Easy Crafting Table. И я вам покажу, как им пользоваться. Потому что мало ли всё-таки кто-то потом скачает мою сборку. Сборка, кстати, будет, народ, в следующей серии. Я вас предупредил. Так что ждите. Надеюсь, вы всё-таки действительно дождётесь. И скачаете её. И оцените, конечно же. Так. Да, да, да. Давайте лучше пока что разместимся где-нибудь здесь. Скелеты, я надеюсь, не появятся. Выкладываем верстак здесь. О, слушайте, нужно же поесть. Давайте быстренько поедим. А то вряд ли сейчас мы выживем. Ай, ай-яй-яй. Уйди, уйди, уйди. Пожалуйста. Отлично. Всё. Нужно здесь всё осветить. Фух. Вроде как живы. Живы-здоровы. Не знаю, зачем я здесь разместил сундук. Ну, ладно. Размещаем, в общем-то, верстак. Потом создаём ещё один верстак. Это обязательно. Потом быстренько создаём, что? Это бумагу. И, конечно же, добавляем кожу. Получаем книгу. Выкладываем крафт вот таким вот образом. Это крафт изи-крафтинг тейбла. И, о, да. Как видите, сейчас многие начнут писать то, что текстурка очень сильно похожа. Я вам объясню, почему она сильно похожа. Дело в том, что для этого верстака была текстурка 16х16. А у этого верстака 64х64. И в итоге я взял текстурку у этого верстака и перенёс сюда. Тем самым подрисовав здесь красные линии. То есть я в пейнте взял, просто подрисовал красные линии и перенёс текстурку на изи-крафтинг тейбл. Тем самым это будет довольно-таки, ну, нережущие глаза, что ли. Так, ну и теперь мы сможем здесь, в общем-то, крафтить все-все-все предметы, имея просто лишь ресурсы для этого. Так, перчатка. What? Seriously? Торнадо gun. О, давайте скрафтим. Хотя подождите, это, по-моему, вызовет торнадо. Или я ошибаюсь? Окей. Я всё-таки попробую. Давайте всё-таки вызовем этот торнадо. Ой, чуть-чуть бы ещё и взорвался. Так, нет, давайте лучше сначала поспим, потому что если мы сейчас будем вызывать торнадо, так ещё и ночью, будет 200% шанс того, что мы просто умрём. Так, кстати, а где персик? А где персик? А я его оставил, да? Ой, вот это да. Я оставил персика. Так, нужно сейчас его быстренько вызволить оттуда. Так, надеюсь, он здесь телепортируется. Давай, иди сюда. Телепортировался? Да, отлично. Всё, пойдём за мной. Хотя тебе, наверное, сначала нужно покушать. Гнилую плоть с этим модом ты не будешь есть, да? Фигово. Яблоко ты тоже не ешь. А мяса-то у меня пока что и нету. Нужно будет сейчас свинюшек зарезать, потому что персик скоро будет голодать. О, овечка пришла. Привет. Чего здесь надо? Пожить? Так. Ладно, выставляем кровать и спим. Надеюсь, монстров поблизости нет. Так, отлично. А, персик, надеюсь, ты меня будешь охранять. Да, отлично. Опа, оба, вы слышите эти приятные звуки? Скелеты горят! Еее! И снова этот красивый рассвет! О, боже! Всегда умиляюсь, когда на него смотрю. Ну, разве это не красиво, народ? Вот сейчас заскриншотите это и выложите в группу ВКонтакте, чтобы все видели, насколько красивый рассвет с этими шейдерами. Оооо, даже персик тут намного красивее выглядит. Так, ладно. Давайте сейчас попробуем вызвать торнадо. Если это, конечно же, не какая-то фигня. Ооо, flying is not enabled? Что? Я не летал! Окей. Походу, я зря это сделал. Слушайте, а здесь же сейчас будет постоянно жаловаться на то, что я летаю? Ага. А может быть, мне тогда переместить карту на одиночную? Ну, то есть, на синглплеер? А то я сейчас на сервере. Так. Выполняется вход снова. Ооо, ооо, ооо! Я умер. Окей. Так, ну хотя бы я появился у кровати. Блин! Это было эпично! Так, надеюсь, торнадо исчезло. Потому что, по идее, когда мы умираем, торнадо исчезает. Торнадо исчезло? Плиз! Хоть бы это было так. Ну, кстати, мне вот не нравится то, что меня, как бы, принимают за читера. То есть, пишут, flying is not enabled. Наверное, все-таки нужно будет переместить карту на синглплеер. И тогда я могу вызывать торнадо и постоянно летать. Ооо! Блин, я уж, если честно, обкакался, когда это увидел. Ну, слава богу, торнадо сразу же исчез. Потому что я же умер. Так, забираем все ресурсы, которые у меня были. И возвращаемся. Так, ну ладно, народ. Наверное, все-таки на этом я закончу эту серию. Серия получилась такая исследовательская. Мне она очень сильно понравилась. То есть, давайте подумаем. Мы нашли данж. Мы нашли кучу железа. То есть, вот, 29 кусков железа. 13 еще и слитков. И также мы сделали железную кирку с железным мечом. Вот. И, в общем-то, серия действительно удалась. То есть, классно. Очень классно. Мы даже торнадо вызвать успели. Так, ну я, наверное, все-таки этот торнадо ган нафиг удалю. Потому что... Это очень опасная штуковина. Потом я, наверное, все-таки карту перемещу на синглпейер. И, может быть, мы все-таки повторим вызывание торнадо. И посмотрим, насколько это эпично. Ну, а на этом я действительно прощаюсь. Как я говорил еще в первой серии. Больше лайков, больше серий. Я вас не буду обманывать на этот раз. То есть, я, в принципе, и раньше вас не обманывал. Но, как-то, обещания я не так уж и сильно сдерживал. Но сейчас я действительно буду сдерживать обещания. То есть, больше лайков, больше серий. И я заканчиваю. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал. Поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Ложка и Персик. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok